Туристическая отрасль страны И вот какой тот момент, когда вы поняли, что коронавирус — это не миф, что всё это серьёзно? Скорее всего, это было с середины марта, когда пришло первое известие о закрытии международной туристической выставки в Берлине. Это крупнейшая туристическая выставка, одна из самых крупнейших выставок в мире. А затем и московская выставка в Москве, MITT. И вот я в это время был как раз в Москве и видел воочию, как череда мероприятий, предостережение правительства и мэрии Москвы, какие-то запретительные меры, как закрывались театры и череда других мер. Вот тогда стало понятно, что это будет только нарастать. Первый звоночек — это был Китай, но ещё он очень сильно не насторожил туристической компанией туристов, потому что, когда была типичная пневмония, когда был закрыт Китай, все остальные направления работали и самолёты летали. Но вот уже начиная с середины марта, когда стали останавливать движения, стали закрываться страны на самые популярные направления для российских и алтайских туристов, вот тогда мы уже поняли, что это надолго. Какие направления сейчас закрыты? Может быть, где-то остались наши туристы? На сегодняшний день те туристы, которые покупали турпакеты в турагентствах, турпакеты туроператоров, они все вывезены на родину. То есть все туристы вернулись из самых массовых направлений, все алтайские туристы, все они дома. Сейчас за границей находятся только те туристы, которые формировали свой отдых самостоятельно. Ну ими уже занимается МИД, российское правительство. Но хочу заметить, что когда туроператоры вывозили своих туристов, они на своих бортах забирали и многих самостоятельных туристов, которые в это время, так скажем, купили билет на самолёт, они тоже их вывезли на родину. Вот самостоятельные туристы, они же были напуганы, скорее всего, не скорее всего, а точно, да? Они, наверное, напрямую звонили в ваши компании и как-то пытались договориться, попросить, чтобы их вернули на родину. Не то, чтобы просили вернуть на родину, билеты-то были куплены, просто была техническая работа, у них были просьбы, чтобы мы посодействовали им с этим. У нас были туристы, допустим, в это время в Саудовской Аравии, в Бразилии, в Германии. Поэтому всё очень быстро завершилось, слава богу, с небольшими проблемами и с небольшими доплатами, допустим, с переносом рейса из Бразилии. А что касается, допустим, с переносом рейса из Германии и Саудовской Аравии, там без доплаты обошлось благополучно всё. На некоторых сайтах продают туры в Крым, в ту же Турцию. Нужно покупать эти туры или нет? Вы знаете, те туркомпании, которые давно работают на рынке, они сейчас ничего не продают. То есть всё-таки нужно посмотреть, в какую сторону пойдёт ситуация, с какого времени примерно откроются границы, куда откроются границы, какие страны первыми пригласят к себе туристов, и только тогда уже что-то планировать. Единственное, что могу сказать по международному туризму, вообще хотелось бы рассказать о том, кто участники этого рынка. То есть это туристы, которые забронировали турпакет, это туристические агентства, которые помогают туристам подобрать турпакет в страну, и туроператоры, которые формируют турпакет, который состоит из многих туристических услуг, авиакомпания, отель, трансферные компании, то есть вот этот турпродукт, которые отвечают за этот турпродукт. И вот на сегодняшний день у туроператоров обстоятельства непреодолимой силы, они не могут исполнить условия договора перед своими туристами из-за того, что закрыты границы во все страны. И ещё знаете, в чём сложность ситуации у туроператоров? То, что турпакет состоит из множества услуг, которые оказывают за границей уже исполнители услуг, то есть это авиакомпании, отели, трансферные компании, страховые компании, в которых находятся депозиты туроператоров и туристов на сегодняшний день. Поэтому туроператоры предлагают сейчас туристам тем, которые в марте, в апреле, в мае не улетели. Они, во-первых, предлагают им оставить эти деньги как депозит для будущего путешествия. Причём Евросоюз идёт по этому пути. И в Греции, и в Германии уже на уровне правительства этот вопрос решён о том, что эти деньги как депозит оставляют за туристом, и он потом в течение 2020, когда откроют границы, и до декабря 2021 года мог бы им воспользоваться. И сейчас ещё очень многие крупные туроператоры, которые летают из Барнаула, из Новосибирска, выпустили акцию, что можно перебронировать свой тур тех туристов, которые не улетели в марте, в апреле, в мае, и какая-то часть туристов в июне, которые они улетят, они могут перебронировать свой тур по той же цене на осень 2020 года или на весь 2021 год. Не смотрю даже на курс доллара. Да, причём чем выгодны эти депозиты? Тем, что они фиксируются по тому курсу евро и доллару, по которому заплатил клиент. И, конечно, сейчас тур перебронировать достаточно выгодно для туриста. Почему? Потому что курс евро-доллара вырос. Естественно, когда начнутся полётные программы, осенние туры и туры на 2021 год, они однозначно будут дороже. А сейчас туристам предлагается перебронировать тур по той цене, по которой они купили. Кризис масштабный, и, скорее всего, турфирмы, турагентства будут закрываться. Вот многие по России. Как сейчас обстоит с этим дело? Может быть, уже кто-то банкрот? Процесс уже идёт. И среди моих знакомых, коллег московских, в том числе, уже есть такие случаи. И он будет дальше идти, конечно. Во-первых, трудности будут испытывать именно те операторы такого среднего масштаба, не федерального уровня. Крупнейшие такие монстры наши операторы. Как «Пегас Туристик», как «Аникси», «Коралл» и так далее. А вот нишевые операторы, которые имели какое-то своё конкретное любимое направление. То есть гастрономические туры, например. Для них это, конечно, очень тяжёлая ситуация. Какой процент перестанет работать? Время покажет. Сложно говорить. Но я думаю, что больше половины таких операторов уйдут с рынка. Процентов 50. Как минимум. Что касается внутреннего туризма, то, конечно же, ситуация для операторов по внутреннему туризму, она не такая трагичная, как, допустим, для агентств. Потому что агентство, если затянется этот кризисный сценарий, то, конечно, очень тяжело будет выживать. Если закроется, допустим, зарубежное направление, на внутреннем рынке, будет очень сложно. Выйти в рентабельность или хотя бы для поддержания какого-то уровня, это очень сложно. Потому что основной доход у агентств идёт от продажи именно чартных перевозок. А люди не будут бояться, даже когда всё это закончится, не будут бояться лететь за границу? Вот они не предпочтут ли как раз наши направления, российские? Я думаю, что сейчас и в стране, и за рубежом будут одинаковые условия. Мы одинаково заражены все. Поэтому где-то больше, где-то меньше. Поэтому к тому времени уже будет такая картина. Мы в любом случае, я говорю о человечестве, все говорят об этом, что должны переболеть этой болезнью. Как минимум 50%. Мы переболели, уже переболели. Просто статистика сейчас такова, что об этом говорится только официальные тесты, а на самом деле их гораздо больше. Но может быть как раз сейчас то время, чтобы развивать наш туризм, а не отправлять туристов за границу? Время, конечно, благоприятно для операторов по внутреннему въездному, международному туризму. Но, допустим, по нашей компании мы потеряем порядка 30-40% из-за того, что иностранные туристы будут опасаться к нам приезжать. И у меня уже коллеги, с кем мы работаем, из федеральных операторов, сказали, что, скорее всего, будут туристы. И они уже сейчас опасаются второй волны вируса. И, скорее всего, этот сезон по въездному международному туризму для операторов внутреннего туризма потерян. А что касается перераспределения, да, если будет закрытие зарубежных направлений, то потоки перераспределятся, конечно же. И на Алтай поедет больше людей. Но возможности Алтая тоже не безграничны. У нас есть определенная отельная база. Она не резиновая, она не может расшириться. Еще хотела бы добавить по поводу того, как перестроятся туристические агентства, которые работали на международный рынок. В этом году достаточно много наших федеральных туроператоров поставят рейсы на Симферополь и на Сочи. В том числе на Симферополь из Барнаула уже стоит самолет. Поэтому мы, конечно, перестроимся и будем продавать и Крым, и Сочи, и Казань, и Алтай. И сейчас, в то время, когда, так скажем, какая-то есть небольшая передышка, потому что до 30 апреля мы не имеем права работать с клиентами, конечно, мы изучаем все внутренние направления и все, куда могли бы мы, Байкал, куда мы могли бы предложить нашим туристам поехать отдыхать. Туры подорожают? Вы знаете, это будет зависеть от авиаперевозчика. Вот насколько по России будут дорогие авиабилеты, от этого будет зависеть, сколько будут тура по России? Скорее всего, они не подорожают значительно. Все будет зависеть от составляющих услуг, потому что стоимость любого тура, она основывается именно на статьях расхода. Если какие-то статьи расхода будут отрасти, например, транспортная составляющая, то, конечно, стоимость общая, стоимость тура, она возрастет. Но бытки еще надо покрыть, как раз, которые сейчас терпят. Ну, это же рынок диктует, опять же, и спрос, в общем, в целом рынок, одним словом. Поэтому, ну, по опыту предыдущих лет, операторы по внутреннему визному туризму никогда не спекулировали на этом. Они исходили из ситуации. То есть, если и будет удорожание, то небольшое? Незначительное, да. Да, незначительное. Незначительное. Потому что, вы же знаете, что когда все резко остановилось, потом же это нужно все запустить. И поэтому это будет запускаться постепенно. Сначала будут очень хорошие спид-предложения от отелей, от авиакомпаний, акции, для того, чтобы туристы опять вспомнили о том, что лето, что отпуск, чтобы было желание поехать. Для этого нужно дать хорошую цену. А какие направления будут работать летом? Это Крым, Сочи, Горный Алтай, еще может быть какие-то популярные? Крым, Сочи, Анапа, Геленджик. Это вот самые такие популярные направления для тех клиентов, которые хотели бы поехать отдохнуть на море с детьми. А может быть новые какие-то появятся? Поскольку вы же сейчас работаете как раз по развитию вот этих направлений, чтобы как-то компенсировать за граничные? Только, возможно, если какие-то туристические, да, туристические какие-то новые маршруты, какие-то… Походы, да? Да, походы. Потому что, ну, так скажем, все самые курорты, раскрученные на нашем Черном море, они уже все известны. Вот Байкал, вы сказали. Байкал будет зависеть от того, сколько будет стоить авиаперелет, Саш, да? И от того, какие цены дадут средства размещения, потому что это очень раскрученное направление. Но если в этом году туда не поедут иностранцы… Китайцы там большая часть, китайцы в настоящее время. Конечно. Но китайцы, скорее всего, в этом году не поедут. Либо поедут в небольшом количестве. Поэтому произойдет какое-то замещение китайских туристов на наших туристов. На наших туристов. Тогда, может быть, цена может быть хорошей. А, получается, зарубежные туры, когда все-таки их откроют? Уже есть какие-то прогнозы? Вы знаете, ну, про прогнозы-то лучше спрашивать у Господа Бога, я так думаю. Но все-таки, вот смотря по тому, что происходит за границей, вот, допустим, возьмем Индию, Гуа. Там уже режим самоизоляции снят, они могут перемещаться. В Чехии уже начинают открываться магазины. Греция пытается приготовить свои отели, чтобы они соответствовали вот этой эпидемиологической составляющей в мире, чтобы клиент приезжал и не боялся как-то, вот, вы знаете, с питанием решить вопрос, как-то решить вопрос с тем, чтобы все-таки клиент, отдыхая на территории их отеля, как-то был изолирован. То есть весь мир, все отели, все стараются к этой ситуации приспособиться и попробовать начать работать. Поэтому все-таки, конечно, первоначально, я думаю, что мы полетим в Крым, в Сочи, в Геленджик. И мы будем очень этому радовать. Чем быстрее это случится, тем лучше. А уже ближе к осени, возможно, какие-то страны за границей начнут открываться. Нужно, прежде всего, акцентировать внимание на поддержке турагентств, туроператоров, вообще всей сферы. А поддержка сейчас поступает именно турфирмам? Она в большей степени декларируется, есть намерения, да, есть постановление правительства, уже не одно вышло, но они пока не действуют. Ждем разъяснений, которые… Пока не действуют. Я говорил рад с работниками, с коллегами своими, которые, допустим, у которых есть кредиты, у которых есть недостроенная недвижимость, недостроенные базы. Банки не идут ни на какие уступки, абсолютно ни на какие. Зарплатные проекты, которые под 0%, которые тоже декларировались и были обещаны, пока тоже не вступили в силу. И от срочки налоговых тоже есть заявление до 6 месяцев и более, но это пока все не работает. Давайте все-таки поговорим, что все закончится, хороший сценарий, да, там через пару месяцев это все закончится. Через пару месяцев это было бы хорошо. Быстро все возобновится, заработает, придет в прежнее русло. Если все придет в прежнее русло, то сначала рынок туристический будет прощупывать, какое количество клиентов готово полететь отдыхать. И под это количество клиентов уже поставят то количество самолетов, которое нужно. Если будет увеличиваться поток, будут добавляться самолеты, потому что вот как это веерно закрывалось, я уверена, что это также веерно будет открываться. Когда-то наступит время, когда мы будем каждый день читать, что одна страна открылась, вторая, третья, четвертая. И у нас появились огромные возможности для того, чтобы путешествовать. И, конечно, туристический рынок, все туроператоры, все турагентства готовятся к этому. И все будут работать по 24 часа в сутки для того, чтобы, так скажем, все туристы, которые купили уже путевки, они смогли отдохнуть. И те туристы, которые будут планировать путешествовать, чтобы они тоже могли отдохнуть. Спасибо вам большое за такую интересную продуктивную беседу. И будем надеяться, что рано или поздно этот кризис закончится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!